Побег из Мордора Город Пермь Побзал Пермь 2 Сейчас придет поезд Москва-Абакан Еду я до Омска У меня, короче, есть 710 долларов И 6000 рублей Или 7, не помню Вот С этими деньгами я поехал Сегодня еще Было выступление пришила О присоединении Там ДНР, ЛНР, Херсона, хуйона То есть я слушал его И ужасался Вот это хуйло заднюю не дастся И мы все сгорим нахуй Ядерном огне Ну можете, нет Ну наверняка да Так что в Мордоре я физически не могу Вот уже просто не могу физически Ждем поезд Вот мой поезд Пришел Москва-Абакан Мой вагон Прятались еще раз Вот посадка на поезд 145-й Омск-Караганды 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 Это уже не российские железные дороги, да? Ну это уже как бы РЖД Это уже Казахский железный дороги, да? Ага, спасибо Понял, понял Вот это уже не РЖД Это уже Тимип Жолдаушил Тасы Малы Вот как Уважаемые пассажиры Скорость-Караганды Номер 108 Сообщение Омск-Пассажир Новосибирск-Главный Отправляйтесь со второго пути Геннады, документы мои А тут еще не холодно Граница 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 Вот так паспорта для заколожек без вложений. Это Казахстан, город Петропавловск, короче, вот, Петропавловск. Поезд стоит сейчас, короче, ну, с Омской ехал я сейчас. Русский контроль, таможенники, быстро прошли толпой. Проверили паспорта, поставили выездные сампики, как бы, да, особо не проверяли, но одного замели, как бы, вот. Со шмотками увели, не знаю, причина у него, молодого пацана, вот. И еще такая тема, если поедете, показывать заграничные паспорта, что русские, блядь, могут там долги висеть, да че. А за грани показал, как бы, это. А потом залазит, когда, ну, они выходят, эти русские, таможенники заходят, потом через час где-то казахские таможенники. И они пробивают капитально тоже, с чемоданчиком такого у него, типа ноутбука. И вот сейчас при мне у чувака завернул. Ну, так-то ничего серьезного, как бы, пропускает всех, как бы. Цель приезда там, допустим, к друзьям, да и все, господи. Ну, все пробивает, конечно, там паспорт, данные, все. А у одного чувака паспорт был просроченный. Его вот тут в Первопавловске высадили, короче, вставили акт, сейчас отправят обратно в Россию. Вот. Так что надо документы, чтобы были в порядке. Так-то пропускает всех. Вот. Приехали в Астану. Мокзал Астаны. Сейчас будем искать какой-нибудь хостел или что-нибудь подобное. Но сперна что-нибудь сожрать. Поезд такой убогий. Это. Ну, пожрать. Могон, наверное, срана нету. А полустанки все там какие-то такие пустые. То есть не продают ничего. И правда, не киньки ничего не продают, короче. Вот Астана. Короче, контроль пограничный, принципе, достаточно жесткий. Вот русские пограничники заходят, проверяют всех. Двоих увели, короче. При мне прям увели. Молодых пацанов. А потом, ну, они вышли и проверили всех, пробили, поставили штампики выездные. А потом зашли, через полчаса, казахские, короче, таможенники. Тоже всех пробивали, прям капитально, капитально фоткали, там все. Вот. И одного чувака, короче, 45 лет ему. А, короче, и у него паспорт просроченный. Просроченный, что там, на месяц, сто ли, на два ли. Он говорит, я вас не могу пропустить, как бы туда-сюда. Нам 45 лет и паспорт вас просроченный. Он говорит, как у нас в России можно 90 дней идти походить с просроченным паспортом. Говорит, ну, это в России, а у нас нельзя. Типа все, вынужден у нас, как бы, остальные, забрал паспорта. И, значит, в этом его забрал с собой до Петропавловска. А там, короче, это... Ну, все, отправил обратно, как бы сказал. Вот. Ну, все, вот сейчас пойду искать хостел какой-нибудь. Пока-пока. Вот такой хостел в Астане. Самый дешманский. 4000 тенге. Это мое место. Ну, они тут все новые, как бы, хостелы. Как русские повалили, так они бизнес, как бы, это, стал процветать. Поэтому все стали помещения, какие-нибудь производственные краси, ставить кровати и сдавать русским. Потому что квартиры дорогие. Ну, спрос рождает продолжение, как бы, а в хостеле. Ну, 4000 тенге дешево достаточно. Вот. 1 к 7, если считать. Вот. Сейчас пойдем в город. Острый из туалет. Душево от дебилки. А больше ничего не надо. Там есть холодильник, еще и кухня. Микроволновка и чайник. Вот это, Астама. Астама. Тут русских половина, короче. Все молодые пацаны сидят с компуктерами в хостеле и работают дистанционно, вот. То есть, съебалась вся молодежь. Вдумная, короче. Осталась вата в России. Отель Астана, а, бизнес-центры. Астана Тауэль. Астана. Убежище для русских. Какая-то река, я забыл название. Делит город на две части. Вот там, как бы, новая часть. Современная. Ну, сейчас прогуляемся, посмотрим. Вот такие, восточные мотивы. Башенки всякие, узорчики мусульманские. Вот, опять, когда башенка там. Посмотрим, как сейчас поглядим. Такой ветер степной, как бы, да? Ну, не степной. Тут же равнина кругом. Ни лесов, ни гор нету, вот в этом месте стынет. И такой ветер, прямо такой. Ну, не теплый, скажем так. Не теплый. Вот такие, вот, пейзажики. Флаг Казахстана. В центре Астаны. Проспект Кабанбай-Батыра. Вот. Кабанбай-Батыра. А там одного района, ну, типа Москва-Сити, вот. В Москва-Баде, короче. Сейчас туда пойду, там сниму видео. А такие пейзажи. Астана. Астана. Город русской миграции и новой волны. Белые акации и цветы миграции, блядь. Оперный театр в Астане. Называется, сейчас скажу. Астана-Опера. Вот, название театра. А там еще буквы написаны такие. Мемлекетик, опера, джаны, балет, театр. Вот что. Сейчас туда пойдем. В этот район. Ну, типа в Москва-Баде есть Москва-Сити район. А тут вот такой. Астана-Сити не знаю, как называется. Сейчас ходим, посмотрим. Астана. А я гуляю по ней, смотрю. Ну, как бы, я только всегда приехал, вот, изучая местность, скажем так. Местность. Вот такая мечеть. Вот такая мечеть. Восстание. Здесь шикарная мечеть. Это лучше будет. Вот такие дома. Вот такой район. Такие небоскребы в Астане. О, да, вот так. О, да. О, да. А такие индустриальные пейзажи в Астане. Какая-то движуха тут чиновничья, охрана там, то все. Тут Минобороны вот это стоит. Казахстана. Вон там куча корреспондентов, да что? Кого-то посадили вон и отъезжают. Ну никого публику не пригоняет, стоят люди и похуйся. Достаточно демократично. Тут Министерство оборудования стоит прямо. Может какой-то чиновник оттуда? Не знаю.